Благодарен, что Вы пришли после тяжелого рабочего дня. И что Вы верно учитесь по вечерам, это показывает истинное посвящение Господу и Царству Божьему. Я знаю, что не только на этой неделе это происходит, но Вы постоянно так делаете. Поэтому примите мое почтение и уважение за то, что Вы исследуете библейские истины. И последний раз преподавал я в 2010-м здесь. И в то время я преподавал курс по Даниила и Откровениям. Кто-то тогда присутствовал? Все новые, кроме Валика. Я очень рад познакомиться с Вами. И надеюсь, за эту неделю я действительно узнаю Вас. Насколько это будет возможно с моими знаниями языка. Но я полагаюсь полностью на тех, кто может мне помочь. Спасибо пастору Валентину и команде MGBI Одессы. Спасибо за приглашение приехать и учить на этой неделе. И спасибо за приглашение следовать вот этому прогрессу и процессу, которые здесь происходят в Одессе. Давайте помолимся вместе. Отец наш и Господь. Мы благодарны за эту возможность учиться вместе. И молимся о том, чтобы Руха Кодеш покрывал нас. Чтобы Ты открыл наш разум и сердце. Помоги нам учить Слово Божие. И больше узнавать о Царстве Божьем. О Духе Божьем. И о Царе Царства. Чтобы мы с Тобой смогли наиболее эффективно сотрудничать. Распространяя Твое Царство. И видя спасение Израиля нашего времени. Действуй среди нас сейчас, Дух Святой. Мы благодарим Тебя во имя Ишуа. Аминь. И в этом курсе мы рассмотрим мессианскую харизму в теологии Луки. И конкретно мы будем рассматривать упоминания о Руха Кодеш. И иудейские массы приняли Ишуа Мессию. Множество евреев. И Писание говорит, что обычные люди с радостью слушали Его. Его помазание действовало среди всего населения Израиля. И книга Деяния продолжает обращение к еврейскому народу о том, что Ишуа это Мессия. Десятки тысяч полностью принимали мессианскую веру. Дух Святой производил чудеса, знамения. Чтобы подтвердить мессианское свидетельство апостолов. Каковы применения этой библейской реальности для мессианских верующих 21-го столетия? Которые открыты достигают весь еврейский народ откровением о Ишуа Мессии. И прежде чем мы рассмотрим книгу Луки и Деяний, мы должны рассмотреть основания, которые присутствуют в Торе, в Невиим и Кетувим. В Торе, Пророках и Писаниях. Что Господь явно открыл по поводу Своего действия в Духе Святом? И мы сейчас рассмотрим основания всего, о чем мы будем говорить в течение этой недели. Мы поговорим о целях Божьих для Земли, всего человечества и народа Израиля. В начале Бог сотворил небо и землю. И Писание говорит, что утренние звезды поют вместе. И ангелы ликовали от радости. И Иова 38, 7. И вот этот момент Он достигает Своего апогея. Когда Господь открыл основы и открыл картину Своего творения, цель Своего творения. Воплотив это в Адаме. Конечно, Бог был доволен Своим творением, потому что человек был создан по образу и подобию. И являлся славным свидетельством Славы Божьей. В книге Бытия Бога мы видим как Всемогущего, в котором обитает истинная красота. И Он наделен такими качествами художника. И очевидно, что Он выражает Свою радость по Своему творению, включая человека. Но именно в человеке Бог проявляет Своё величайшее волнение. И Свою величайшую любовь и Своё величайшее призвание. Какое призвание Бог сам себе дал? Он как бы призвал себя или дал себе задание полностью явить себя всему человечеству. Его образ повторен и характер открыт. Не только в бытии человека, но также во взаимоотношениях между Богом и Его творением. Бог хочет сделать себя полностью известным, понятным и открытым. Чтобы был виден весь спектр Его атрибутов и качеств. И Писание открывает Его полный милости, благодать и характер. И в связи с этим Бог желает, жаждет хвалы со стороны Его творения. И мы видим, как это выражается также и в Новом Завете. В Новом Завете это наиболее очевидно выражено. Но также история изобилует противлением человека перед поклонением Богу и перед выражением Божественной любви. Но история также имеет свидетельство о постоянстве Бога в Его явлении себя человечеству, которое противостоит Ему. И в Иудейской Библии, в Торе, в Писаниях Бога, И в Иудейской Библии, в Торе, в Писаниях Бога, Бог открывает Свои намерения в отношении всего человечества, в отношении Своего плана. И сюда входит не только спасение всего Израиля, но и всех народов. И вот этот план всемирного спасения часто был пренебрегаем лидерами иудейскими. И даже через утверждение служения левитов это не всегда было видно и узнаваемо. Так же как и теми, кто как бы был инженерами устройства служения в Израиле. Однако вот эта вот цель всемирного спасения явно видна в Писании. Возможно, израильский народ упустил вот эту цель из-за определенных ограничений и запретов в общении с язычниками. Потому что в Библии, Библия говорит о том, что язычники должны были отказаться от своей национальной принадлежности и физически стать частью Израиля, чтобы включиться в Божью семью. И частью Израиля они могли только тогда, когда принимали целиком и полностью Тору или закон Израиля. Но также из Писаний мы видим, что Бог желал разнообразия Его поклонников. И у Бога не было намерений сделать весь мир всех людей евреями. Его намерение было прежде всего сделать все народы похожими на Него самого. Чтобы каждый человек из каждого народа мог принести хвалу Его великой славе. И мы знаем, что человек в Писании назван Адам. Он был вершиной Божьего творения. И Бог вдохнул в Него свой руах. Своё дыхание. Дал Ему Духа Своего. И у Бога было желание явиться всем людям по всему лицу земли. И поэтому Он создал людей по образу Своей славы и по образу Своего характера. И женщина Хава. Она обеспечивала баланс любви для мужчины. Чтобы мужчина и женщина в гармонии выражали вот это единство Божье. И двое стали басарахад, то есть одной плотью. Чтобы олицетворять Божью гармонию или гармонию Его творения. Особенность Адама, он был особенный. Особенность Адама, она как бы подтверждала намерение Божьего единства между мужчиной и женщиной. Вот эта команда или единство между мужчиной и женщиной could not adequately attest to the full richness of God's person. Could. They could not attest or fully describe. Но тем не менее, вот это единство, оно во всей полноте не могло описывать Божью славу. И поэтому Бог дал мужчине и женщине возможность производить таких же людей, которые, мужчин и женщин, которые отображали Его славу. Чтобы все народы и все нации могли все вместе, то есть в единстве представлять вот этот вот, возносить Богу хвалу и славу Его величию в контексте Моисея. Итак, человек стал отражением Бога. И он был наделен властью управлять миром. Но при этом он должен был полностью подчиняться Творцу. А Творец, в свою очередь, наслаждался общением с человеком в прохладе дня. Чтобы наслаждаться истиной человеческого поклонения. Нам очень сложно представить себе Тот гнев, который испытал Бог, когда человек сбунтовался. И первая команда мужчин и женщин между Адамом и Евой Они просто отвергли саму цель, ради чего они были созданы. Они были созданы для того, чтобы отражать, как в зеркале, славу и величие Божие. А теперь они стали разбитым зеркалом. Искаженным зеркалом. И могли только теперь отражать извращенный образ Божий. И поэтому разочарованный Бог мог только изгнать Адама и Еву. Но он мог просто их уничтожить, если это был обычный эксперимент. Но Божья жажда и желание быть в общении с теми, кто Ему поклоняется, все же определило вот этот вот план искупления для всего человечества. И человек, как отделенный и освященный образ и отражение Божье, мог быть полностью восстановлен. И гармоничная песня поклоняющегося человечеству. Как бы вот эта вот симфония единства искупленных инструментов могла бы снова быть восстановлена и настроена. И чтобы Бог мог сказать своему творению снова «Тов меот» или «Хорошо весьма». Очень важно, двигаясь в иудейских писаниях, посмотреть на хесед, на Божью благость и Его любовь, от Ноя до патриархов. Отметив, что поколения после Адама просто отвергли Бога. Предпочтя идолов творцу. И в итоге суд Божий, он все-таки пришел на поколение Ноя. Но затем уже потомки Ноя снова повторили вот эту вот тенденцию человечества отвергать Божий план и Божие действия. Человечество, которое изначально было создано для того, чтобы отражать святой прекрасный Божий характер. И это снова вот эти нападки человечества на Божию суверенность, они повторились. Повторилось отвержение Господства Божьего в их жизнях. И это могло снова привести к Божественному суду над всем человечеством. Но Искупитель имел праведный план для искупления всего человечества. И это упоминание об этом искуплении начинается в бытии. И вот это искупление заключается в воссоединении разбитого и искаженного образа Божьего. И восстановление полезной Божьей славы и поклонения Ей. И если пойти вот за пределы истории Ноя, и открыть бытие 10 главу, мы видим землю, которая наполнена людьми, отделенными и отчужденными от Бога. Но это, мы должны понять, что это нам говорит о том, что Божьи глаза были устремлены на все народы и все племена земные. И Он видел все различия этнические и культурные всех народов. Бог знал, кто они были и где они были. Потому что Он желал, чтобы эти люди были с Ним. И эти различия культурного выражения встретились как бы с Божьим подтверждением. И это разнообразие культурного выражения Встретилось, еще раз, встретилось с Божьим как бы подтверждением. Так как культурное, большое культурное различие Как бы, с другой стороны, оно упростило разнообразное поклонение Богу. То есть оно сделало понятным, что Богу можно поклоняться по-разному. И Божья святость Подразумевала больше, чем просто отражение вот этого единства Адама и Евы. Чтобы полностью отражать Его величие. И поиск глубины и высот Божьего, красоты Его характера. Требовало миллионы и миллиарды людей, которые поклоняются Ему и прославляют Его. Требует множество и множество людей из разных сфер и слоев. И все возможности разных этнических групп и культур. Всех поколений, всех народов и всех рас. Чтобы начать вот это вот всемирное, всеобъемлющее поклонение Богу. Потому что Бог, Божье проявление достойно этого. Итак, Бог, Он требует к себе вот этого вот разнообразного поклонения всех людей со всех народов. И всевозможного поклонения, разнообразия вот этих вот культур и стилей и народов. И всевозможных национальных форм. Потому что каждый народ уникальным образом вносит вклад в поклонение Богу и в проявление Божье. Каждый народ вносит свой элемент, который не может внести другой народ. И Бог создал всех людей разными. Потому что Он хочет, чтобы мы, имея каждый свой личный характер, прославляли Его именно так, как мы можем это прославлять, описывая и восхваляя разные грани Его характера. Одиннадцатая глава Бытия говорит о Вавилонской башне. И мы знаем историю о Вавилонской башне, и мы знаем, что они хотели просто вознести человечество. И они стремились к тому, чтобы сделать всех людей похожими. Вместо того, чтобы люди отражали характер Божий. И Господь пришел к этому строению монолитному. Где люди были объединены в своем противлении перед Богом. И Господь разрушил эту конструкцию. И Он победил вот это свидетельство или выражение единого бунта человечества. И дальше мы видим, мы переходим к месту Писания, которое уже вводит нас в Божью цель для Израиля. Несмотря на тот факт, что весь мир противостоял Богу, Божьей любви, все же Бог продолжал кампанию, чтобы явить Себя. И Он жаждал видеть тот день, когда все сыновья Ноя будут поклоняться Ему в Духе и Истине. И следующий шаг в проявлении Божьей славы выражен в призвании Авраама в 12 главе Бытия. И избранные люди, они стали как бы, это были потомки Авраама, Ицхака и Иакова. И им было назначено задание выражать Божью славу всем народам и племенам. И Бог обещает Аврааму, что в Нем благословятся, в Его семени благословятся все племена земные. И народ Авраама, Он благословит все народы земли. Это мы видим в Бытие, 12 главе, 3 стихе. И в 18 главе, 18 стихе. Но то же самое, в том же, таким же образом сделано обещание Исааку. И я умножу твоих потомков, как звезды на небе. И дам твоим потомкам все эти земли. И в твоем семени благословятся все племена земные. И то же самое, Он говорит, и Иакову. Твои потомки будут, как песок морской. И ты распространишься на север, на запад, на восток и на юг. И в тебе, и в твоем потомстве, все племена земные будут благословены. После Исхода, после вот этого опыта искупления, и после получения десяти заповедей, в 19 главе книги Исход Израилю даны указания. Когда они стояли у подножия Синая, что эти только что освобожденные еврейские рабы теперь имеют призвание быть царством священников для всех народов. Израиль должен стать народом поклонников и заступников, ходаттеев. И еврейский народ должен стать зеркалом Божьей святости. отражением Его света, учителем Его истин и хранителем Его свидетельств. И еврейский народ должен стать новым фокусом проявления Божьего. И Божьи отношения с Израилем будут свидетельством вот этого вот нового фокуса Божьего. И поэтому кажется, что Бог, Он именно прилепился к Израилю. Так как Израиль теперь олицетворяет цели и надежду для всего человечества и надежду восстановления. И вот это вот призвание Божье выражено в народе Его посланников. Но если же они станут разочарованием для Бога, Господь исправит их и принесет свой суд для них. И вновь искупит их для того, чтобы они осуществили Его божественные цели. Это откровение Бога о самом себе. Бог будет использовать Израиль для вселенского восстановления и для вселенского служения. Хорошо, я думаю, что наш час уже пришел. Хорошо, мы сейчас остановимся. Хорошо, для хафсака. Знаете слово хафсака? Добро пожаловать. Особенно мне. Израиль, с одной стороны, он как бы против других культур. Но он двигается в пророческом духе. Израиль is to offer all God's earthly nations prophetic challenge. И поэтому он несет вызов, пророческий вызов, всем народам земли. Confronting iniquity. Как бы противостоя греху. Осуждая все, что противоречит Божьему характеру. Израиль должен призывать все народы к покаянию и примирению с Богом. Бог показывает. Бог показывает. И на еврейском языке это слово баха. А, Бог избрал. И это баха слово, это значит избранный или выделенный. Бог бахар, или избрал, отделил евреев еще до того, как вообще хоть один еврей существовал на земле. И вот эти вот посвящения Аврааму, Ицхаку и Иакову были еще до того, как появился хоть один еврей на земле. И Бог предопределил Израилю быть тем инструментом, через который он будет влиять на все народы земли. Господь предопределил ему быть инструментом Божьего откровения. Чтобы достичь все народы, которые отделены от Творца. И затмили свое сознание. Я вам скажу кое-что, что может звучать довольно странно. Но я хочу, чтобы вы об этом подумали. Вот что. Бог избрал евреев потому что Он любил язычников. Звучит странно, правда? Бог избрал евреев потому что Он возлюбил язычников. И remember, there were no Jews. Remember, there was a time when there were no Jews. And out of God's great desire to impact all the nations, Но из великого желания Божьего повлияет на все народы Он создал народ чтобы они были как бы его слугами. Через которых Он достигнет и повлияет на все народы. И примирит их с собой. Да, Бог избрал евреев. Многие люди расстроены из-за этого. Чего это евреи такие особенные? Но они не понимают, что значит быть избранным. Израиль получил божественное призвание. Израиль был избран, чтобы исполнить определенные задания. Ему было определено божественное служение. Чтобы производить определенную миссию, совершать определенную миссию. Израиль был как бы противопоставлением Идолопоклонническим народом. И Израиль служил Богу. Чтобы явить Его славу. И чтобы путем Евангелия показать Его величие всей земле. И цель избрания Израиля. И причина такого статуса избранного народа напрямую указывает на спасение язычников. Израиль должен стать пророческим каналом общения. И Израиль должен был служить как апостольская команда. Всей вселенной мужчин и женщин. Служа как священники и как пророки. И Израиль это изначальный слуга Бога для всех народов. И вот это знание исхода и искупления из Египта Является как бы наставлением Израилю и всем народам на все времена. Так как показывает Божью возможность освобождать людей от угнетения и унижения. И Господь явно проявился как искупитель. И Господь, Он создал, основал Завет или Брит между Моисеем и Израилем. С Моисеем и Израилем. И это был похож, этот Завет был похож на другие Заветы или договоры, мирные договоры у других народов или между народами. Но в Завете Моисея, который стал знаком основания народа после искупления. Бог как бы издает для израильского народа Конституцию или Закон для его жизни. Его народ был рабом 400 лет. Как они могли знать, как им быть устроенными как народу? Поэтому Бог дает инструкции своему народу. Как существовать как общество. И вот эта вот передача свитков Торы, Бог говорит, как организовать жизнь Включая туда даже гигиену и здоровую кухню. Господь говорит, дает также указания аграрные, как, например, сохранять землю, почву. И Бог дает также правильные основания для торговли, для коммерческой деятельности. И также Он утверждает социальное равенство и патриотизм. Но при всем при этом Бог четко показывает, что Его цель, чтобы Израиль принес плод и принес пользу для всего мира. И еще со времен Ноя, видно, что Бог посвящен всему виду жизни по всей земле. И все творение подчиняется Богу. Но также Бог как бы совершает полное уничтожение вот этого вот бунта против Него. Потому что греховность человечества оттянула исполнение Божьих целей для человечества. И сохранила вот это вот продолжительное разочарование и смятение народов. Грех не является преимуществом человека. В Бытии шесть раз Бог показывает, что Израиль является инструментом, сосудом Божьим для всех народов. для благословения всех народов. Только в самом Бытии, вот это вот повторение помогает нести Израилем Божьим мировоззрением. Израиль не должен был иметь чувство превосходства над другими народами, так как был избран. Однако Израиль должен был понимать четко свое предназначение и призвание до всего мира. Что мы видим во Второзаконии 7, 7 по 11 стих. Потому что во Второзаконии 10 и исходе 19 Мы видим, что Бог, Он хозяин, господин и правитель всех народов и всех людей. И это реальность и сегодня. Бог правитель всех народов. Бог хозяин всех народов и наций. Он имеет власть говорить каждому человеку, каждому народу, что делать. И каждый народ имеет призвание подчиняться Ему полностью и слушаться Его. Например, когда мы слышим призывы на служение к тому, чтобы пригласить Ешуа, чтобы он стал хозяином, господином жизни. Помолитесь, и пусть Он станет царем вашей жизни. Друзья, у меня есть новость. Ешуа уже Господь. Он уже царь. Он хозяин и судья каждого человека. И все народы и все племена должны подчиняться Ему. И чем раньше они проснутся для этого, тем счастливее они будут. Но наша ответственность не просить людей дать Ешуа шанс. Попробуй это, может тебе понравится. Наша ответственность призывать людей к покаянию. Призвать их к тому, чтобы оставить их грешные пути. Потому что это принесет разрушение всеми и в народы. Но призвать их подчиниться Царю всей Вселенной. Совершая так, вы исполните свое призвание. Ваше призвание божественное. Если вы будете ходить в подчинении перед Богом. There will not just be a fulfillment in your own life, where you are feeling your life has divine purpose. И это будет не просто исполнение вашей божественной цели только для вас. But God will say, you are fulfilling your divine purpose. And God will value your obedience and contribution to his glory. God did not create us to rebel against him. God created us so that we could let our light so shine before men that they glorify our Father in heaven. There's no other reason for our existence. This is why we were created. This is why God sustains us. This is why God preserves our lives. He continues to give us air to breathe and food to eat. Because he wants us to worship him in spirit and in truth. And this is also the best thing for us. It's also the best thing for us. This is why we were created. This brings us fulfillment in a sense of destiny. It's because we're walking in harmony with the one who made us. And the one who has redeemed us. So, Israel's election did not mean the rejection of all other nations. I think this is important to understand. When God chose the Jews, it did not mean that he rejected everybody else. It rather meant that God was resolved to redeem all peoples. He chose Israel so that he could bring all peoples back to himself. See, God needs everybody. God wants everybody to be worshippers of God, the spirit and the truth. Because only then is his glory fully manifested. And everyone who refuses to give God glory is denying that much glory to God. and is working counter to God's purposes, which is the manifestation of his glory. So, Israel, as a kingdom of priests, is to offer Torah enlightenment to all comers. This would require, obviously, Israel to have Torah knowledge and be faithful to Torah herself. And it would require, obviously, to have Torah knowledge and be faithful to Torah herself. where the prophets later indict Israel as having submerged themselves in the very sins that God wanted to prevent in the pagans. Can you repeat the beginning? Yes, please. The prophets will later indict Israel as having submerged themselves or in the very sins that God wanted to prevent in the pagans. As the people would observe the levittical priestly sacrifice the Gentiles would begin to understand God's deep offense at sin. Чтобы язычники осознали насколько большую рану и обиду приносит отвержение Бога язычниками. And the necessity for perpetual sacrifice to atone for sin. И приносит грех и насколько они нуждаются в жертве как искупление от грехов. expounded in Leviticus the first seven chapters. And God's constant presence His Shekhina was to be an important realization to all the other peoples who found their pagan deities to be so arbitrary or found their pagan deities to be absent-minded or distant. But God's very presence God's very presence with His chosen people verified Israel's distinctiveness and demonstrated what God was willing to do even for slave nations. But God's presence also mandated ethical holiness and ritual cleanness and without atonement without holiness without cleanliness God would not cohabit with Israel. Thereby making Israel's distinctive blurred and dysfunctional. The nations would come to understand the revelation of God by virtue of His presence. Израиль мог понимать Божьи цели через Его присутствие and the restoration of His Shekhina to a fully repentant and faithfully obedient spiritually clean Israel. Too much. Okay. God would reveal the virtue of His presence by the restoration of His Shekhina to a repentant Israel to a faithfully obedient Israel to a spiritually clean Israel as we see in Ezekiel 37. and the result of a spirit filled nation of Israel in pursuit of her mission to the nations is Israel's successful priestly service for all nations. And according to Zechariah chapter 8 Israel's accomplishment of her destined mission is only possible when God's presence is no longer in exile no longer in Galut but is restored to Israel but is restored to Israel. Okay, now you understand what we're doing in this first lecture. We're laying the foundation for what is coming in Luke and Acts. This is going to be Luke's mindset this is his preparation and and suddenly we're going to see the flower the bulb opened before us. But even here in Zechariah chapter 8 it's clear that Israel is only going to be able to fulfill her mission when God returns from exile. When God returns from exile and is restored to Israel and is restored to Israel so you get this idea God has gone away God has gone into exile and when God returns to a repentant Israel to a faithful Israel to a clean Israel Israel will fulfill her destiny. So due to Israel's lack of faithfulness to God's revelation in Torah the prophets expressed their horror at the mandatory divine chastening of an unbelieving and disobedient chosen people. Israel had culturally absorbed the sinful habits of the pagan nations around them. Israel впитал в себя через культуры греховную природу других народов. Israel had grown to rely upon alien nations and regional deities for their own sustenance. and this kind of behavior defiled the very people that God wanted to use. that God wanted to use as models of holiness as internationally engaged priests and as anointed or messianic spokesman for God to bring about the redemption of all nations from their spiritual oppression and to reconciliation with God. Now I'm going to I just want to point up quickly and I'm going to move rapidly through this section because there's much to it. I want us to understand that there is a mission theology in the Psalms. Now I can just give you one example and that is Psalm 2. There are four major apostolic themes in the Psalms in this psalm. The first is found in verse 3. All the nations are in rebellion against the Lord. Oh, sorry. This is verse 2 because we have different numbers. The second theme is that God is the sovereign of the universe. The third theme is that God's chosen people have a divine mission to the nations. And finally, fourth, there is great hope for the nations and ethnic peoples of the earth. as the call of repentance is extended to them. Надежда на искупление, потому что призыв искупления он касается их. And these themes are repeated through the Psalms. And these four themes повторяются во всей книге Psalms. The psalmists believe that God is at work among the nations. bringing their national agendas to not, to nothing. God будет действовать среди народов обратив в ничто их национальные притязания. Но в Psalме 32 Говорится о том, что другие народы, так же как и Израиль, ответственны за то, чтобы следовать за Богом и Его призывом. И они могут найти божественные благословения. Все народы призваны познавать Бога и прославлять Его. Воздавать Богу хвалу. И пророческое отслужение Израиля призвано донести истину о Божьих делах всем людям на этой земле, всем сынам человеческим. А так же о великой славе Его Царства. И один из псалмов говорит, что Он близок ко всем, кто призывает Его в истине. И Он сохранит всех, кто любит Его. И обращение ко всем народам, оставить свои ложные божества и обратиться к Господу. Потому что все народы принадлежат Господу. Несмотря даже на то, что они увлечены ложными религиями. Бог говорит о том, что всякий бунт против Него, Он фатален. И наступит день, когда все народы, все племена земные поклонятся Господу. Но Израиль призван пророчествовать и провозглашать всем народам славу Божьего Царства. Славу Царства Господня. Когда мы рассматриваем псалмы, мы видим вот эту вот теологию призвания. То она является отражением того призвания, которое мы читали в Бытии 12 главе. Тебе благословятся все племена земные. И в исходе 19 главе Вы станете для меня Царством Священников Народом Святым И эти слова были произнесены народу Израиля. И это также показано в Матфея 28 главе. Когда Царь Израиля Иешуа Хамашиах Помазанный и назначенный лидер Израиля Тот, кто призван привести Израиль к его успешному исполнению его судьбы Он, стоя на Елеонской горе Готовясь вознестись Обращается к 500 евреям, которые смотрят на него Говорит, идите, проповедуйте и учите Все народы Всем народам Учая их ходить в Царстве Божьем и служа Мессии И считается, что около 500 человек были свидетелями Вознесения Иешуа Потому что есть еще одна ссылка в Новом Завете, которая говорит об этих 500 людей Но когда Иешуа говорит, они приняли вот это великое поручение Они получили вот это право Идите, проповедуйте и учите И вот это произошло с поколениями Авраама Это была цель избранного народа И царь и лидер Израиля Который должен привести Израиль в исполнение его судьбы Он повелевает нести это послание всем народам И он является примирителем человечества с Богом Он делится с нами этим служением примирения Чтобы Израиль сотрудничал с ним и шел вместе с ним Принимая инструкции от самого царя И распространяя Царство Небесное по всей земле Это призвание, которое дано Израилю и евреям И когда язычники, как плоды еврейского апостольского служения Вошли в Царство Небесное Когда к вере пришли сирийские язычники Когда появились греческие христиане Когда итальянские христиане появляются Когда египтяне верят в Христа Они призваны присоединяться к Израилю и его призванию Они становятся игроками вот в этом призвании, в этой команде Они становятся соработниками призвания примирения вместе с Богом Они не делают это вместо Израиля Кто-то говорит, что евреи уже выбыли, пришли пятидесятники Потому что говорят, что у евреев был шанс, они его потеряли А теперь, евангелисты, мы, евангельские христиане, исполним эту миссию Нет Весь мир не исполнит своего предназначения, пока Израиль не исполнит своего предназначения Патриархи Авраам, Исхак, Яков Цари Израиля Пророки Израиля И псалмопевцы Они демонстрировали то, что Израиль в итоге будет успешен в своем влиянии на другие народы Это правда, что этого еще не произошло Большинство человечества продолжает жить в духовной тьме И мы пытаемся распространять Божье Слово среди большего количества людей, как только мы можем это делать Но тот день, когда познание Божье покроет землю, как воды наполняют море Произойдет тогда, когда Израиль обратится к Ишуа, как лидеру Израиля И когда церковь присоединится к народу Израиля в исполнении одной и той же миссии Как команда под предводительством Ишуа, Мессии Как первосвященник наставляет других священников в бытие и в жизни Когда это произойдет Весь мир будет поглощен этим и примирится с Богом Но пока это не произойдет, весь мир не примирится с Богом К сожалению, теологи 2, 3, 4 столетий Отвергли Израиль и еврейский народ Они просто решили, что они заменят Израиль в Божьем призвании Что церковь — это новый Израиль Что церковь — это истинный Израиль А Израиль или еврейский народ, он отвержен, потому что они не исполнили Божьи цели А теперь языческая церковь стала основным фокусом Бога И в этой теологии очень много проблем Я вам скажу основную проблему этой теологии Мы не можем ее найти в Библии Очень все просто Этой теологии в Библии нет Нет ни одного места в Слове Божьем Которое говорит, что церковь заменила Израиль Есть места Писания, которые извращены ради этой цели Чтобы заставить людей, чтобы им казалось, что так есть Если мы не честны, то мы можем сделать так, что Библия говорит много вещей Я могу, например, сказать, что вы должны выйти отсюда И сегодня же Должны убить себя И я покажу вам подтверждение этого в Библии Потому что Писание говорит, что Иуда вышел от учеников и повесился И другое место Писание говорит, иди и поступай так же Вот вам уже теология Мы имеем библейскую власть Библия подтверждает, что вы сегодня должны пойти и повеситься Но это такая игра, в которую люди пытаются играть с Библией Если мы смотрим, например, Матфея 21 главу и другие место Писания Мы видим, что теологи История теологии Показывает, что Ученые, они извращали вот эти место Писания И пытались привести смысл этих мест Писания Такое, которого на самом деле нет Снова время для хавсака Но хочу сейчас подвести итог, что тот же самый Та же самая Теология призвания Которая говорит о том, что Израиль Играет глобальную роль для искупления всех народов Она наполняет Писания Пророков и больших и малых И когда мы вернемся после хавсака И я хочу, чтобы мы обратились к межзаветному периоду После написания Танаха Это также критический момент вклада В понимание первого столетия Которая объяснит понимание Луки Который написал Луки и Деяния А теперь хавсака Добро пожаловать на занятия обратно Прежде чем мы начнем рассматривать Изучать идеи межзаветного периода Я хочу еще поговорить о некоторых вещах Хочу коснуться момента, когда Северное Царство Израильское было уведено в плен в Ассирию Это было где-то в 728 году до нашей эры И кажется, что в течение всего лишь двух поколений где-то Это Царство полностью исчезло И поэтому, когда уже Южное Царство Иуды Было уведено в плен в Вавилон, в столицу Вавилон В тот же самый город Теперь евреи Которые были уведены в плен из Царства Иуды Они ожидали, что в Вавилоне они встретят своих двоюродных братьев из Северного Царства Израильского Но на тот момент прошло уже где-то пять поколений И потомки Северного Царства фактически исчезли И иудейское общество, которое было уведено в плен из Иуды Они решили, что они должны избежать этого Они решили, что они не хотят исчезнуть как народ Особенно потому, что пророки пообещали возвращение через 70 лет И восстановление государства Израиля И вот что они сказали Нам нужно сохранить наша численность Чтобы сохранить нашу самобытность в рассеянии И есть причина, по которой Бог позволил нам быть разрушенными как народу Причина вот этого рабства Заключалась в том, что мы не хранили нашу национальную конституцию Мы не жили согласно Богу данным законам Мы не ходили в верности Торе И если мы будем восстановлены как народ и как государство Лучше нам выучить эту конституцию Чтобы Бог снова не произвел на нас суд А наоборот, сохранил нас как народ И поэтому они сказали Что в Вавилоне нам нужно создать бейт-хамидраш То есть дом изучения Чтобы можно было изучать Тору Чтобы обучать мужчин и мальчиков Торе Чтобы мы понимали, чего Бог хочет от нас как от народа И когда мы вернемся обратно, мы сможем жить правильно Вторая проблема Заключалась в том, что в Вавилоне было очень много богов И это было изначально проблемой для Иуды Почему он был уведен в плен Мы поклонялись богам народов, которые нас окружали Мы настолько привязались к вот этим вот региональным божествам К тому факту, что в каждом регионе были свои боги И к пониманию, что нужно угождать богам этих территорий Ради дождя или солнца Ради урожая Ради плодовитости скота Или даже плодовитости семьи То они стали зависимы от этих богов, чтобы они их благословляли Это был ужасный грех, против которого протестовали пророки И одной из причин, почему нас отправили в рабство В оковах, как рабов Нам нужно теперь понять и осознать, что есть только один бог И этот бог не только един в Израиле и Иуде Но это бог всех людей, всего человечества И мы должны научиться молиться ему Наш храм разрушен И мы надеемся, что мы его восстановим Но на данный момент он разрушен Но тем не менее, мы должны оставаться в молитве Поэтому нам нужно создать еще бейт-тефилла Бейт-тефилла Дом молитвы Потому что правда в том, что мы здесь пробудем как минимум 70 лет И в итоге всего лишь около 50 тысяч вернулись обратно в Израиль Вместе с Заравевелем и Иисусом Но большинство евреев так и остались жить в Вавилоне У них не было интереса возвращаться на Сион Они уже почти забыли язык Они создали хорошие дома в Вавилоне Своё дело Зачем нам нужно оставлять это место И быть там пионерами в Израиле Но они сказали, потому что мы находимся в Вавилоне И живем как евреи Будут у нас проблемы Собираются люди, сначала они счастливы, а потом у них появляются проблемы Например, взять жениха и невесту Как они счастливы Но день приходит, и они начинают ругаться У них столкновение Или есть прекрасная община, там есть радость и единство Но приходит кто-то, и начинает вбивать к линии, и начинаются проблемы Это опыт человека Это жизнь человеческая Но я обнаружил, что в Царстве Божьем Есть тоже проблемы Есть проблемы в общинах Я надеюсь, что вы правильно поймете это Но я думаю, что проблема в наших общинах — это Божья вина Проблемы, которые происходят в наших общинах — это Божья вина Почему я говорю, что это Божья вина Потому что Бог продолжает спасать грешников Если бы Он перестал спасать грешников, у нас было бы меньше проблем Но мы продолжаем принимать грешников в наши общины И люди приходят с проблемами с характером С греховными привычками Они должны учиться подчиняться Духу Святому и ходить с Богом И для этого Бог помещает нас в общины, чтобы мы учились ходить с Богом Но в то же самое время Есть проблемы, потому что Бог продолжает спасать грешников Представляете, если Бог перестанет это делать? Представляете, если Он перестанет спасать грешников У нас бы проблемы и закончились Но пока мы здесь, есть проблемы В древнем Вавилоне Они сказали, мы здесь будем 70 лет И у нас будут проблемы Будут несогласия в бизнесе Проблемы с недвижимостью Социальные какие-то споры Нам нужен суд или судебная система, которая поможет принимать решения Последнее, чего мы хотим, это чтобы вавилоняне пришли и наложили на нас свои правила и свои законы Меньше всего мы хотим дать возможность вавилонянам рассудить нас Мы хотим иметь внутреннюю судебную систему Спасибо, мы сами решим свои проблемы И мы это назвали Бейт Дин Что переводится как Дом Справедливости Потому что когда люди придут У них будут со своими проблемами То их будут разрешать Иудейские лидеры И Бейт Хамидраш И Бейт Хамидраш Дом Изучения Бейт Тефила Бейт Тефила Дом Молитвы И Бейт Дин Дом Суда или Справедливости Находились под покровом Бейт Кнесет Бейт Кнесет means the house of assembly Это дом собрания Кто-то знаком со словом Кнесет? Это парламент Израиля Он называется Кнесет Бейт Кнесет Бейт Кнесет В переводе на греческий Называется Синагога Истоки Синагоги Они происходят от Вавилона Потому что это давало возможность Еврейскому народу собираться Молиться И разрешать судебные споры Поэтому когда Ездра и другие Вернулись в землю Израиля Они пришли не только для того Чтобы восстановить стены Иерусалима и храм Они также принесли в Израиль уже институт Синагоги И так как еврейский народ был рассеян по всему Средиземноморью Они искали возможности сохранить свою самобытность среди языческого общества Поэтому они создавали Синагоги по всему миру Где они только находились Я вам все это рассказал для того чтобы пояснить следующее Есть причина для этого И она заключается в том что где бы ни действовали Синагоги Язычники смотрели на Синагоги с большим интересом Это было происходило не только в современном Ираке или Иране Но это также происходило и в Римской империи В Римской империи люди имели как бы извращенные взгляды И там были невероятные сексуальные извращения Всевозможная языческая религия, мистическая религия И социальный хаос И многие люди искали порядка Они стремились к тому чтобы общество было преобразовано В чем они могли увидеть этот якорь или основание для того чтобы восстановить себя И поэтому язычники они начали толпиться в Синагогах Где они слышали об одном едином истинном Боге Потому что в этом не было никакой мистики Бог дал им написанную Конституцию Все было записано в книге Можно было читать и слушаться этого И они видели общение и взаимную помощь внутри еврейского общества Они видели насколько сильны семьи в еврейском обществе Они сказали что это прекрасно и мы хотим тоже это иметь И поэтому они хотели либо обратиться в иудаизм полностью И таких людей стали называть прозелитами Язычники то есть были готовы обрезаться и соблюдать все постановления Торы Но была еще большая группа которая называлась богобоязненными людьми Которые говорили что мы не хотим обрезания И Тора является Конституцией для государства Израиля И они говорили что в Торе очень много прекрасного Но мы не можем подчиняться всем законам чужой страны Поэтому мы примем все самое лучшее из нее Но не будем становиться иудеями И еврейская община была счастлива видеть как язычники обращаются в веру И Писание и некоторые подтверждения говорят о том Что где-то было 50 тысяч обращенных неевреев И они были счастливы делиться Божьим светом с вот этими язычниками Которые были богобоязнены Надеясь на то что в один момент они все-таки обратятся в иудаизм Но тем не менее на тот момент хотя бы они могли надеяться на изменения в их обществе Благодаря свету который они познали И причина по которой еврейская община принимала эту роль в обществе И имела такое снисходительное и щедрое отношение к язычникам Заключалось в том что они понимали роль Израиля во всем мире Израиль был катализатором исполнения божественных целей Но проблема заключалась в том Что иудаизм в то время Говорило о том что Бог как бы оставил свой народ И теперь мы как раз обратимся к этому межзаветному периоду И мы можем видеть то что видели евреи в это время В этот период межзаветный Те идеи которые они принимали Которым они обучались И это даст нам понимание почему Лука подчеркивает определенные моменты в Евангелии своем А также в книге Деяний И как бы один из главных фокусов для книги Луки и Деяний заключается в том Что как бы обращение Бога к народу Что я не забыл вас не оставил Скажу и вот что Я не пытаюсь как бы создать видимость Что мы пройдем полностью все Евангелие от Луки и Деяния до Четверга Надеюсь вы сами уже имели возможность прочесть Евангелие от Луки и книгу Деяний Потому что эти книги они свежи еще в вашей памяти Вы сможете следить за моей мыслью Но в этом курсе я хочу вот что показать Не хочу я говорить обо всех учениях Иешуа в Евангелии от Луки Или рассказать о всех путешествиях Миссионерских путешествиях Павла Цель этого курса в том Чтобы мы посмотрели на Руаха Кодеш На Духа Святого В Евангелии от Луки и в книге Деяний Мы посмотрим как упоминается Дух Святого в этих книгах Как глашатой Царства Небесного Мы увидим что Дух Святой свидетельствует что Бог вернулся из изгнания Бог вновь посещает Свой народ Израиль И Царь Царства Небесного пришел И Он готов повести Израиль Духом Своим к исполнению Его призвания И один из контекстов еще нашего рассмотрения Это мессианская харизма Луки и Деяний Хочу чтобы мы рассмотрели Иудейские основы и упоминания Руаха Кодеш Руах на иврите Переводится на греческом как пневма И обозначает воздух в движении Как ветер Или как дыхание И касается и Божественного Духа и Человеческого Духа И слова на иврите Руаха Кодеш Описывают Бога в действии Господь Он действующий Бог Как ветер Он невидим Но как ветер Он двигает Он силен Он жив Это действия Руаха Елухим И говоря о еврейской Библии Мы читаем о движении Духа И это что-то, что не происходит на постоянной основе Но также это не то, что происходит случайно Есть пять фаз политического и социального развития Израиля И на каждом из этих этапов мы видим активное действие Духа Святого И у вас есть перечисление Первое это пустыня Второе это эра судей Третье основание монархии Четвертое это время Ильи и Елисея Пятое изгнание и восстановление Во время этих пяти эпизодов невероятная сила изливалась и являлась в то время И первое Поговорим о пустыне Мы читаем о строительстве Мишкана или Скинии Один из необходимых атрибутов Это одежда первосвященника И детальные работы над Скинией И мы, например, видим здесь ссылку на книгу Исход И работники, которые работали над одеждами священника, они также работали над созданием Скинии Они были наделены или были одарены умениями творцов или художников И мы видим, например, в Исход 31-3 И то же самое повторяется в 31-м стихе Я исполнил его Духом Божиим, руах и лохим Мудростью и пониманием И знанием И всяким умением Чтобы они имели силу и понимание, как создать Скиню, имея эти инструменты Божьи Мы также видим, что в это время Моисей имел Духа на себе Для духовного и политического лидерства И когда для него слишком много было работы Помните, когда в числах 11 главе Иофор ему посоветовал сделать определенное действие, разделить свою ответственность? Число 11-25 Говорится о том, что Господь сошел в облаке и проговорил ему И взял от Духа, который был на нем И он дал 70 мужам-старейшинам И когда почил на них Дух Они стали пророчествовать Но потом перестали Дух Святой почивал на Моисея Но также и на тех 70, кто был вовлечен в судебную систему Но я хочу, чтобы вы кое-что помните Очень важный Моис Когда Дух Святой сошел на них Они начали говорить Они были под помазанием Божьим И они стали пророчествовать Это как автоматический ответ Дух Святой сошел на них И сразу они что-то выдали Вышло слово от небес через них Это важно И вот это вот действие Духа Святого во время пустыни Также показано в случае, когда Валаам пророчествовал на Израиль Но также мы видим это, когда Иисус Навин был исполнен Духом Святым Моисей уже готовился к завершению своей жизни И он подвел итог своего лидерства в Израиле И ему необходима была замена Пророческая замена И Иисус Навин был тем, кого Он обучал на лидерскую должность Числа 27.18 И сказал Господь Моисей Возьми себе Иисуса Сына Навина Человека, в котором есть Дух И возложи на него руку твою Второзаконие 34.9 И Иисус Сын Навин исполнился Духа Премудрости Потому что Моисей возложил на него руки свои И повиновались ему сыны Израилевы И делали так, как повелел Господь Моисею Если сыны Израилевы Были послушны Иисусу Навину Это значит, что Он говорил что-то Он говорил что-то Дух Святой сошел на него И он начал говорить Во время основания Израиля В пустыне Дух Святой действует разными путями Он наделяет умениям Он укрепляет лидеров И вдохновляет на пророчества То есть Руаха Кодеш очень активен в это время Также мы видим что Дух Божий Он весьма активен в период судей Где книга судей находится в Библии? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers Девятый книг Северный книг Joshua Joshua, и тогда Да, после Joshua Да, да, я уже ему сказал И в период судей Активность Духа Святого Она ограничена судьями Потому что Израиль нуждался в покаянии И освобождении И искуплении В книге судей Это шесть или семь раз Эта проблема появляется Когда духовно пробужденный Израиль Через несколько поколений Снова остывает И они снова начинают Прибегать к божествам И начинают вовлекаться в грехи народов Которые их окружают И игнорируют законы и постановления Торы И начинают внедряться в греховное сообщество И будучи ослабленными социально Они становятся легкой добычей Для народов, которые их окружают И фактически Израиль Переходит В рабство От одного народа к другому И за годы страданий Израиль снова приходит к покаянию Взывая к Богу Говоря, что Боже, Ты не создал нас Для того, чтобы мы так страдали Это не должно быть нашей судьбой Бог Израиля сделает что-то Чтобы освободить нас Мы каемся И хотим ходить в послушание Тебе И Бог поднимал судью Того, кто мог вести народ Божий в победе И этот человек Был наделен силой от Духа Святого И он производил освобождение От угнетателей И судьи, они были харизматическими воинами И благодаря дарам Духа Святого Им дана была военная мудрость И военные умения Это мы видим, если рассматриваем книгу Судей Есть третий период действия Духа Святого Это речь идет о первых монархах О первых царях О Сауле и Давиде В первой книге Царств В 10 главе Один из таких шокирующих эпизодов Говорит о том, что Царь Саул Который не всегда правильно себя вел Принял сошедшего на него Духа Святого И начал пророчествовать В этих ранних главах Книги Царств Когда Дух Святой касается Саула В определенный период Он может ходить в послушание перед Богом Мы видим также, что он пророчествует Когда Дух это касается его Он говорит Провозглашает Он говорит слова Божьи В первом Царстве 16 главе Мы видим похожий опыт Давида Первое царство 16-13 Говорит о том, что Самуил взял рог И вылил елей на голову Давида И Дух Святой Мощно сошел на Давида С того момента и далее И во втором Царстве 23-2 Мы также видим The Spirit of the Lord spoke by me The Spirit of the Lord spoke by me And his word was on my tongue 2 Samuel 23-2 И там Давид говорит Что спрашивает Иди ли ему на войну Против филистимлян И Господь ему ответил Что иди поразишь и спасешь So the Spirit of the Lord Comes upon David And what happens? Дух Святой сходит на Давида И что происходит? He speaks Он говорит The word of God is on his tongue Слово Божье на устах его И я здесь часто Подчеркиваю одну мысль И я уверен Что вы ее не упустили Запомните это Потому что это важно Для Луки и Деяния Мы увидим Как то же самое происходит там Также мы видим Что Дух Божий действует Во времена Ильи и Елисея В то время Бог использовал Этих пророков Чтобы Израиль вернулся От своего отступничества И пришел к верности И следовали наставлениям Пророков Ильи и Елисея И мы видим интересное взаимоотношение Между Елисеем и Ильей В четвертом царстве Второй главе Илья готовится быть вознесенным На небеса И он говорит Проси чего хочешь Прежде чем Бог заберет меня А Елисей говорит Что Дух Который в тебе Пусть будет на мне вдвойне А потом в пятнадцатом стихе Сказано, что Опочил Дух Ильи на Елисея И пошли навстречу Ему пророки И поклонились Ему до земли Но также нам важно понять Что есть и пятый период Когда Дух Божий действует могущественно И касается он изгнания и восстановления И Езекиил пророк, который используется Весьма сильно для того, чтобы говорить об этих вещах И здесь очень много стихов я привел Именно Езекииля О том, как сила руок действует Например, Езекииля 11.5 И не шел на меня Дух Господень И не сказал мне Скажи так, говорит Господь И он дальше говорит пророчество Дух Святой сходит на него И повелевает ему говорить То есть мы видим, что Езекииль весьма сильно Переживал действия Духа Святого В его жизни Также мы видим, что в этот период Дух Святой он ассоциируется с вдохновленной речью И мы видим это в 1 Параллепоменом 12.18 Then the Spirit came upon Amasai Who was chief of the 30 And he said Wait a second 1 Chronicles 12.18 The Spirit of God came upon him And he said That is he spoke And we could look over at the story of Ahaziel A Levite in 2 Chronicles 14.20 Также во 2 Параллепоменом 14.20 Then the Spirit of God came upon Zachariah He stood above the people and said to them Thus God has said And Nehemiah Indicates that the Ruach had been made available to Israel for instruction and witness And also Nehemiah Бог сделал способным свидетельствовать перед Израилем Nehemiah 9.20 You gave your good spirit To instruct them Just a second Verse 30 Same chapter Verse 30 You admonish them by your spirit through your prophets So again This relationship between the anointing of God's Spirit And the speaking out in prophetic testimony We have a connection between the Holy Spirit And the Spirit of God's Spirit And the Spirit of God's Spirit And the Spirit of God's Spirit All right You know we've had not We've got to be down to the last couple of minutes I think we'll stop right there for tonight But we've gone about three hours now And no one's asked me one question But we've gone about three hours now And no one's asked me one question I really do want you Through all week I really do want you Through all week To feel free to ask questions I think that's First of all That means you don't have to just listen to my voice Or to Kirill's voice the whole time And it means that you don't have to listen to my voice Or the voice of the speaker Yeah Variety is nice You know But But also You have I'm sure Questions that come to you Now Я уверен Что у нас будут вопросы Которые приходят Кроме про невесту И можете задавать эти вопросы Now It may be There are times When we're in the middle of something And Может быть У нас будет Какой-то момент Yeah There may be There may be times When we can't Immediately respond to the question But You should just write it down Or something Возможно Мы сразу Не сможем ответить Но Запишите эти вопросы Никто не должен уйти разочарованным После этой недели Не обещаю Что у меня будут ответы Потому что я тоже учусь Yes We're learning for life We're learning for life We never We never Attain to all knowledge But we keep trying Yes We're learning for life We're learning for life So God bless you Будьте благословены And I guess we can close in prayer Давайте помолимся в конце Amen Alright